здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и сегодня будем говорить о творчестве о книгах о литературном творчестве о баяне аккордеоне все это совмещать вокале а вокале а вокале все это совмещается в одном человеке который сегодня здесь у нас в студии уряд национально-литературной премии писатель года 2014 года с 1962 года по 2020 преподавал тамиленской детской музыкальной школе номер пять вы были заведующей отделом народного народного да да народных инструментов нет так вот вокал баян аккордеон как это все но это все совмещается играю и пою нет получилось так как что я шли до школу вот в эту школу но это длинная история и нам они просто не просто не мы не уложимся я пришел после я демобилизовался то я служил на тихоокеанском флоте четыре года восемь месяцев попал в карибский кризис да поэтому она переслышал да по полной программе и вот в этом году в 62 году я поступил филиал коломенского училище то на дирхор на дирижерское хоровое отделение и концертмейстер был такой очень подвижный пожилой дяденька я ему чем-то приглянулся вот буквально две недели прошло он меня спрашивает ты музыкальную школу закончил по какому инструменту огур по баяну а у меня только музыкальная школа была больше ничего он говорит а ты не хочешь преподавать я буду как преподавать ну так я вот заведующий студии музыкальной в томильно а я тебя приглашаю мы вот так вот начала с моей педагогической деятельности до совершенно неожиданно для меня но потом я поступил а кстати вот это сложно вот когда но одно дело ты сам играешь а другое дело когда ты должен рассказать как надо играть а по-разному какие ученики как они реагируют но так сказать 50 50 на вся да 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 ну и вот потом после училища поступил на дирхор тоже на дневное отделение московский государственный институт культуры что на левом берегу вот потом уже после его окончания я закончил уже по баяну потому что ну что ж мне же надо было диплом то именно баянист а то я же дирхор я закончил еще коломенское училище по баяну чтобы стать так сказать полноценным преподавателем по полной программе что по полной программе да ну и я как я помню я всегда пел я всегда пел в общем получилось так я же дитя войны вот когда началась война мне было пять лет время было конечно тяжелое аховое жильмы трудно но вот тяга к музыке у меня было самого рождения в общем получилось так что в 13 лет мне стало в 15 лет стало не в моготу я маме сказал или ты отдаешь меня в музыкальную школу ли я иду в шпану до ультиматум поставил но мама знаю мой характер сказала хорошо иди музыкальную школу она была у нас одна в кассе в косино но это дело было летом и я значит поехал уже август приехал туда а мне говорят так набор то у нас был в мае да куда ж да я так расстроился конечно был убит горем ну и видя так сказать мое состояние секретарша города вы не расстраивайтесь вот будет дополнительный набор а конца августа для взрослых вот приходить тогда туда а вот да да но я пошел пошел но я не знал ни одной ноты ничего просто хотели просто да у меня было безумное желание учиться музыки безумное совершенно всепоглощающие ну и вот пришел на экзамен там сидела несколько человек что они меня спрашивали что я делал как я отвечал не помню и до сих пор это как в тумане я как вошел так вышел и все а потом оказалось что из всего потока поступающих пятерки там что проверяют слух ритм музыкальной память что всего два человека получили пятерки это я и еще один парень до по данным но и меня зачислили но так как было платное а у нас денег не было то меня зачислили в виде исключения бесплатно ухты да бесплатно но мамы то мама моя заведовала начальной третьей школы школой в мальчиках там сейчас ее женю вниз от него ничего не осталось ни камня на камне так сказать но это была самая первая школа влюберсах и и открыли в 1900 году и строили ее из кирпичей которых брали из развалин дворца сиятельного княга до князя меньшинского вот у него дворец стоял да здесь где у нас сейчас в школе то есть дворец превратился немножко да 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 вот мама заведовала ей и получала за папу который погиб сорок третьем году при форсировании днепра пенсию 240 рублей и вот она пенсию отсылала его матери моей бабушке ну и она поделила пополам 120 рублей есть 120 рублей стал платить за меня но дела то у меня пошли хорошо он у меня не было инструмента и по бедности мы не могли купить и я брал у соседа аккордеон ему отец из германии привез после службы вот занимался на нем полгода но потом мама как-то осилила кредит купила мне баян в общем все шло очень хорошо у меня был замечательный педагог зав.отделом ивлев иван кузьмич до светлой ему память и вот однажды идет в январе мне сказал володя не скажешь ты не хочешь на сальфеджио говорят что такое сальфеджио название интересное незнакомые он говорит вот если ты не будешь ходить тебя отчислят ну я значит бегом до пошел оказывается это были групповые занятия я был перероском там сидели малыши в первом классе там семи восьмилетние и я 15-летний дядя средних и вот смотрю по классу ходит такой человек крупный вы знаете есть так сказать понятие порода 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 вот это была порода ходит оказывается что надо было слушать музыку аккорды там и петь ну дошла очередь до меня учились мы оказывается оказывается это был знаменитый педагог борис васильевич калмыков и по его учебникам а калмыков и фриткин масса много поколений проучилась вот он закончил знаменитые синодальное училище который закончил и голованов закончила его и и другие наши неизвестные выдающиеся потому что там давалось фундаментальное знание фундаментальные которых сейчас в консерватории не получишь ну так вот он дал мне какой-то номер спеть по своему учебнику это какая-то была народная песня мелодию я знал но это я конечно не знал еще нет но я уже знал там на баяне как играть но вот петь никогда не пел ну я значит сделал вид что я спел да да я спел он говорит сколько тебе лет я говорю 15 ты где-нибудь поешь я говорю пою конечно где в школьном хоре я был солистом в шестой школе да да он говорит не пой почему у тебя может быть профессиональный голос год не пой ну я конечно я пел но слова я тебя запомнил и на следующий год я первым делом побежал на сольфетчо ага вот вошел в класс он сразу мне говорит сколько тебе лет я говорю 16 пойдем к вокалистке ага и отвел меня к вокалистке ну та прослушала меня кстати она закончила консерваторию просто у великого педагога Мазетти у которого заканчивал Нежданова Абухова какие имена Барсова да и он имел право первого набора то есть он себе набирал класс потом все остальные профессора за ним вот звали ее Павла Мироновна Владимирова ее муж кстати Владимир Николаевич Владимиров преподавал у нас муслитературу и по его учебникам же тоже учились и в училище и в музыкальных школах ну после консерватории ее приняли в труппу большого театра но Владимир Николаевич сказал или семья или театр она выбрала семью ну да ну и вот она уже ей было порядочно лет ну что я был мальчишка занялась вами да нет она стала преподавать вокал в этой же косинской школе конечно она была не на своем месте такие люди такого уровня им не место в музыкальной школе они просто не знают как преподавать они должны преподавать в консерватории ну в крайнем случае в училище в колледже но не в музыкальной школе они просто не знают как это делать делать ну вот я стал учиться и на баяне и по вокалу потом понял что это несовместимо и досрочно за два с половиной года я закончил по баяну вместо четырех лет и перешел только на вокал вот сейчас здесь мы делаем небольшую паузу потому что первая часть наша уже завершилась вот я даже видите вопросы мне задают потому что прям вы так ну писатель же писатель да красиво так сами рада рассказывает но у нас осталось еще 13 минут поэтому нам нужно еще успеть и прописать что рассказать напомню что в студии нас владимир хованский который вот нас просто в эту атмосферу вот погрузил того времени продолжение через небольшой промежуток времени напомню что эта программа открытый диалог у нас в гостях владимир хованский лауреат национальной литературной премии писатель года а также человек который очень много лет скажем так преподавал таминской детской музыкальной школе номер пять заведующего был заведующим отделом народных инструментов вначале вы рассказали о пути совсем еще маленького мальчика по тем временам 15 лет это не то что но это не то что сегодня когда вы уже стали преподавать то есть у вас получается в вашем были активе игра на аккордеоне на баяне уже певческая была практика верно да и как вы вот стали уже работать преподавателем как вы вышли на заведующего музыкальной школы ну я просто хорошо работал у меня ученики какой показатель главный он должен главный показатель вы знаете надо во первых любить музыку это это самое первое а во вторых нельзя замыкаться только в своей профессии я очень хорошо знал музыку я мама моя я говорю уже была ученица которая работала секретарши в дирекции большого театра и она постоянно приносила контрамарки и вот я с сестрой я прослушал весь репертуар большого театра и не по одному разу поэтому повезло да 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 лебединое озеро раз пять-шесть наверное видел разных наверное да 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 но обожал оперу причем я первый раз попал и сразу на Ивана Сусанина с Михайловым с Михайловым в главной роли да и я был просто потрясен этим и с тех пор и до сего дня опера для меня является самым 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 главным музыкальным да в плане именно опера потому что у нас так ну вот поэтому я немножко относился ну если так высокопарно творчески к этому делу к своему преподаванию у меня ученики играли очень хорошо в смысле у нас был замечательный директор Арутюнян Ашот Аршаловцевич сам концертирующий был он велоначалист и для него главное было как ученик играет произведения будь то баян будь то фортепиано будь то скрипка вот и он был очень доволен моей работой да очень был доволен поэтому я был бессменным заведующим отделом у меня шесть или семь человек поступили в училище потом в октябрьской революции тогда было очень хорошее училище ну вот это показатель безусловно это показатель да ну но я так понимаю что все таки вот сольная о голосе все таки это была ваша такая мечта да это да это главное было вы знаете я 35 лет отпил в церкви да получилось так что в 76 году мой напарник Витя Ануфриев тоже баянист ну каким то образом он познакомился с певицей из храма храм Петра и Павла что в Лефортове он тогда был кафедральным собором была кафедра там митрополит сначала был ну я ну кафедра была да кафедра да 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 потому что их там меняли с метрополита так ну и вот его позвали туда а он мне говорит ты знаешь мне идти одному страшно пойдем вместе да пойдем вместе для меня это было тоже я был крещеный бабушка меня на селш меня крестили но это в советское время да 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 советское время да ну вот и с трепетом мы туда пришли пришли репетиция выходит регент и говорит какие лица оказалось что это был курсом моложе меня в институте а да Николай Николаевич вот и конечно мы начали работать сначала было очень непривычно тексты тексты потом я всегда думал что церковные пение это тихо и успокаивающе что а тут оказались такие сумасшедшие темпы сумасшедшие темпы почему это надо было читать с листа вот ну первое время было достаточно трудно но как-то быстро разошли раздвигались да нам ставки очень быстро повышались и дошли мы до предельно первая ставка я помню было 12 рублей по тем временам это было хорошие деньги и мы там за год за полтора дошли до 20 рублей до предельной ставки и в общем получилось так что я в церкви зарабатывал больше чем я зарабатывал музыкальной школе можно сказать да 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 и вот в общем и целом я отпел 76 года по 11 год включительно в двенадцатом году я закончил петь и именно там как вокалист я раскрылся как певец вот чуть позже уже начали преподавать да да потом я пел еще десять лет в московском мужском камерном хоре от профессиональных хор один из лучших москве мужских хоров 16 человек каждый удовольствие получает да мы объездили европы я был даже и в южной корее однажды в десятом году у нас была вокалистка вся из себя закончила на киевскую консерваторию но что-то она не поладила не поладила она отработала первую четверть хлопнула дверь и ушла а мне завуч говорит волоть ты всю жизнь поешь тет все знаешь все умеешь в этом деле дал возьми ее класс ну там от класса осталось ученики разбегались шесть человек я говорю ну как я буду я же ну дир хор он дает право тому там петь преподавать как-то но специально вот у меня не было ну да ну я немножко человек авантюрный ну да так помогает да это помогает да ну вот я взялся взялся и у меня стало получаться и через пару лет тогда и баян стал сходить на нет да да голос стал востребован голос да 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 то есть вы еще и почувствовали хорошего слова да 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 ну в общем за 10 лет я добился как педагог как вам сказать немногие из нашего округа и вообще могут сказать что их ученик поступил в московскую консерваторию почему с первого раза а у меня поступил вот максим андриенков андриенков он у меня отучился на аккордеоне 7 лет я начал преподавать фортепиано и вот как-то после урока он мне говорит владимир иванович а я тоже пою ты поешь где в школе грунта я тебя посмотрю так 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 смотрю батюшки мои он идет вниз я говорю максим да у тебя баз и стал с ним заниматься вот он оставался после занятия на аккордеоне его распевал потихонечку через год и пошел он очень быстро через год он закончил у меня восьмой класс аккордеон причем играл очень здорово и он стал только на вокале вот он еще отучился у меня еще три года закончил музыкальную школу с первого же раза до парень талантливый десятилетку он до этого закончил 11 класса и поступил он в маме и вот он учился у меня и учился маме причем там на дневном отделение а потом консерваторе да нет в консерваторе после школы не поступили он поступил в вишневскую да есть училище он поступил туда первым номером и стал учиться там на дневном и в маме и вот он исхитрился закончить и маме и через два года он закончил до вишневского из первый раз поступил в консерваторию бас баритон сейчас я не знаю дело сложное с ним часто разговаривали он последний раз два года назад пел у нас 60 лет было школе я его попросил спеть он приехал без отказа спел еще куплет тариадора с блеском выступил выступил в этом году он должен был закончить консерваторию память но год назад ему предложили продолжить обучение за рубежом вот ведь как и он уехал и сейчас где он то ли он да то ли он в италии сейчас мы уже подходим к финалу буквально две минуты у нас осталось но мы же не можем не коснуться вот учитель музыкальная школа вокал и книга как это пришло а потому что я писал всю жизнь так я всю жизнь писал сначала я помню в школе я хулиганил у нас же школа была мужская 38 человек в классе значит я что делал я допустим я сидел в третьем ряду первое допустим слева была парт или справа я писал четыре строчки ну какие-то веселые еще что-то там надо было ухватить характер в четырех строчках чтобы человек себя узнал эти граммы и пускал по папа по классу раз и почитают хохта т т т т т потом следующий на соседа потом вторая парта и так так далее ну мне конечно на переменках доставалось так что ребята разными были ну вот потом когда я пошел служить там тоже самое там причем там я понял знаете вот маскараде арбенин говорит овзлы языки страшнее пистолетом я испытал это на собственной Да, у нас был там на корабле механик, чудной мальчишка, он писал «Заочницы», бывают такие. – Да, бывают. – Да, и вот почтальон, мой годок из Одессы, Мишка, он читал письма. – Как-то он пришёл и говорит, Володька, вот Витька переписывается, и так чудно, напиши что-нибудь. – Красиво, да. – Красиво, я в стихах написал письмо от имени его, Вить, ей, она, видно, обалдела от этого, и каким-то корявым языком, видно, няхти какая образованная, написал ответ. А у нас был палецчас, нас собирали в красном уголке, пока там придёт зампалец, мы эти письма читали, все животы надрывали, потому что я писал, потом я за неё писал ему тоже в стихах. – А, вот так вы почтальон? – Да, 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 я писал и за неё, и за него. – Да, и потом мне сказали, кто-то ему донёс, что это я, мне сказали, Володька, Витька положил топор под подушку, а я был телефонистом, у меня была отдельная рубка, я стал запираться, потому что это небезопасно. Вот тогда я понял, что словом можно убить человека. – Вот, и напомню, что в гостях у нас был Владимир Ачхованский, лауреат Национальной литературной премии «Писатель года», который был преподавателем аккордеона, ну, как был, и есть же, он же умеет, же, да, ни божла не уходит, преподавателем вокала, да, Томилинская детская музыкальная школа номер 5, я думаю, те, кто там учился, наверняка вас помнят. Спасибо большое, это была программа «Открытый диалог», с вами был Николай Пивненко, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова